Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы рассмотрим смартфон от неизвестного ранее для меня бренда Fiji под названием Note 1 Pro. Моделька в первую очередь привлекла меня тем, что за свой прайс, а его можно было купить в пределах 90 долларов, он предлагал приличные запасы памяти 428 гигабайт. Ну и также количество заказов на этот смартфон превышало 1200 заказов. В общем, я так подумал, что интересный аппарат, наверное, раз его заказывают. Плюс неизвестный для меня бренд, я решил заказать данный аппарат и узнать, на что же он действительно способен. Давайте посмотрим, оправдана ли была моя покупка. Усаживайтесь поудобнее, с вами канал Smart Life, поехали! На данный момент времени стоимость на этот аппарат поднялась и составляет 105 долларов. Это уже, откровенно говоря, не очень интересно. Вот видите, ранее его цена составляла 91.66, мне вообще посчастливилось взять его с промокодом за 85 долларов, это 6500 рублей. Так что покупать его за этот прайс, я бы уже, откровенно говоря, задумался. Но кто его знает, что будет в будущем. Вполне возможно, опять будут акции, его можно будет взять по такому же прайсу, как и я. В комплектацию входит инструкция, силиконовый чехол, защитное стекло, зарядное устройство на 5 Вольт 2 Ампера 10 Ватт, кабель USB, microUSB. Для этого ценного сегмента, в принципе, ожидаемо. Ну и сам смартфон. Смартфон продается в трех вариациях цвета. Небесно-голубом, темно-зеленым и таком вот бирюзовым, как в моем случае. Диагональ его составляет 6,59 дюймов при соотношении сторон, 29 и HD плюс разрешение. Матрица IPS, 2,5D технология тут у нас применена. Лифобное покрытие присутствует достаточно неплохого качества. Палец коллизит адекватно и нормально. В верхней части у нас расположилась фронтальная камера с так называемой капелькой и разговорный динамик. Индикатор собеседников, к сожалению, тут у нас нет. Нижний подбородок достаточно ощутимый толщиной в 7 мм. И также у нас здесь на экраны сенсорной кнопки воруют полезное пространство. Управление жестами тут не реализовано, но можно вот так вот скрывать кнопки и вот таким вот образом их доставать. Значит, на верхней грани у нас расположился 3,5G для наушников и microUSB для подзарядки. Внизу у нас перфорация для разговорного динамика и тут у нас отверстие для разговорного микрофона. С правой стороны у нас ничего нет. С левой стороны кнопка питания и отговорки громкости. Крышка у нас здесь съемная. Давайте снимем крышку, посмотрим, что у нас под крышечкой. Вот так вот, как на старых добрых смартфонах, смартфонах раньше было. А под крышкой несъемный аккумулятор на 4000 мм 5 часов. И тут у нас лоток под одну наносим карту. Тут лоток под микросим карту и микросд карточку. То есть, по сути, можно спокойно ставить две сим и микросд карточку не в ущерб. Это хорошо. Вот такая вот реализация у нас камер. Сканер щитков пальцев. Давайте закроем смартфон на наши защелочки. Вот так вот он у нас сзади выглядит. Надпись различная. Логотип компании Fiji. Сканер щитков пальцев. И четыре камеры под айфон закосили. У нас такой вот в виде индукционной плиты. Три камеры и вспышка. Вот так у нас это дело реализовано. Значит, касаемо габаритов. Опять-таки, стандартный смартфон. 659 дюймов диагональ для нынешнего реалия. В принципе, стандартная. В руке лежит относительно неплохо. По материалам корпуса у нас здесь такой вот немного лакированный пластик. В целом, в белом цвете, черги пальцев не собирает. И крышка, в принципе, я могу сказать, что относительно неплохая по практичности. А так, вроде бы, не прогибается. Ничего не тарахтит. Собран он достаточно неплохо. Давайте посмотрим, как у нас смартфон смотрится. Чехольчики прозрачные. Хорошо, что есть чехольчик. Это плюс. Вот так вот он реализации в чехле. Защиты, в принципе, лишней не будет. Но вот непривычно то, что у нас разъем не внизу, а вверху. Как-то к этому нужно привыкать. Я от этого дела отвык. В общем, в целом, в принципе, эргономика и внешний вид у смартфона относительно неплохая. Для этого основного сегмента, в целом, смотрится смартфон достаточно неплохо. Да и собран он тоже бодряком. Работает смартфон у нас под управлением чистого Android 9 версии. Беспроводное мировление по воздуху у нас здесь поддерживается. Все в порядке. Перевод на русский. Процентов на 95. Где-то так. Все-таки есть пункты, где у нас до конца не перевели. Но в целом, я думаю, что разобраться с этим делом тут у нас можно. Вот здесь у нас навигационные кнопочки. Смотрите, управления жестами тут у нас нет. Но можно, по крайней мере, сделать, чтобы вот так вот свайпать. Не с самого верха на кнопочку нажимать. И для того, чтобы вот так вот спряталась ваша нижняя панель. То есть, ее под себя вот так вот немножечко можно настроить. Это уже неплохо. Давайте зайдем в экран. Что посмотрим? Здесь есть интересного. Ничего интересного. Ночной режим присутствует. А регулировать состояние температуры дисплея, опять-таки, нельзя. Темная тема неполноценная. То есть, только верхняя шторка у вас темной станет. Так все остальное у вас будет на светлом. На таком вот фоне. Да и все. Ну, здесь фейс-контроль. Ничего больше интересного я здесь не увидел. Ну, здесь такие большие жесты присутствуют. И все. И вот здесь, видите, на английском языке. Скриншот тремя пальцами. Разблокировка двумя этапом. Больше ничего интересного я здесь не увидел. Лаунчер вот таким вот образом выглядит. Лента виджетов от Google. Все иконки находятся на рабочем столе. Снизу так вот менюшку не формируется, не прячется. Google сервис у нас здесь приустановлен. FM-радио ездит хорошо. Верхняя шторка под себя, само собой, без проблем настраивается. Звонилка от Google, поэтому записи звонков у нас здесь нет. Давайте по стандартной схеме очищаем приложение с памяти. Вот так вот очистить все. И запускаем Play Market. Смотрим скорость открытия таких вот несложных приложений. Потом Chrome тоже смотрим, как он у нас открывается. Как видите, приходится ждать. Естественно, у нас смартфон не на мощном железе. Поэтому для таких вот даже стандартных задач нужно набраться терпения, чтобы все открывалось. Не мега быстро, но, по крайней мере, в целом, вроде бы как по ПО могу сказать, что все отрабатывает относительно неплохо. По крайней мере, прошивка не захламлена всяким китайским мусором. Все у нас здесь, можно сказать, идет в таком вот чистом формате, как чистый Android. Поэтому тут у меня нареканий нет. Так что по ПО все здесь в порядке. Давайте проверим работу сканера чистков пальцев. Расположился он сзади у нас. И процент попадания скорости распознавания, откровенно говоря, не всегда он четко отрабатывает. Бывает попадает, а бывает приходится повторно нажимать. То есть такой себе бюджетненький. Как и функция Face Unlock. То работает нормально, то бывает задумывается. Так что тут, видите, как повезет. Не всегда все отрабатывает идеально. Пользоваться, можно сказать, с нареканиями можно. Работает смартфон у нас под управлением процессора Helio P25. Восьмиядерный, выполнен по 16-метровому техпроцессу. Графический чик Mali-T880. Разрешение у нас здесь HD. Минус, я бы так сказал, видите, 1560 на 720. Полотенцик составляет 264 ppi. Оперативной постоянной памяти. Вот это много здесь. Вот 428, это хорошо. То есть памяти, памяти. Здесь ого-го и предостаточно. Модуля NXX, к сожалению, у нас здесь нет. Да и по остальным датчикам у нас, в частности, гироскопа нет. А так освещение, приближение, магнитный компас присутствует. Это уже неплохо. Мультитач на 5 касаний. С сенсором проблем нет. Wi-Fi модуль имеет поддержку полосы в 5 ГГц. 4 стены пробивают тоже неплохо. Теперь смотрим на результаты тестов Antutu. 108 тысяч баллов. В принципе, показатели для бюджетного сегмента адекватные и нормальные. Geekbench пятой версии смотрим. Далее 3DMark графические возможности тоже не сильно плохие. А вот троттлинг-тест 60 минут на 100 потоков показывает, что здесь система охлаждения плохо реализована. Как видите, вначале вроде бы как неплохо, но потом начинает смартфон греться, и все, произвительность падает практически на 50%. Даже больше 51. В общем, это никуда не годится. То есть говорит о том, что система охлаждения здесь плохо реализована. Далее смотрим на тест скорости постоянной оперативной памяти. Как видите, тоже минимальное значение. А вот по экрану у меня экран, в принципе, я бы сказал, что даже немножко удивил, потому как максимальный порог яркости здесь в канделах выдает под 160 кандел. 162 кандела, 165, в общем, это очень хорошие показатели. По максимальному порогу яркости дисплей хорош. Опять-таки, средний порог яркости откалиброван не совсем верно. Вот видите, вот так вот где-то будет среднее значение. Если поставлено среднее, будет тусклый экран. Минимальный порог комфортный. В общем, экран по запасу яркости хороший, претензий нет. Но по плотности пикселей, к сожалению, не самый лучший экран, потому как плотность пикселей 264Pi не особо-то и хорошая. А по углам обзора, смотрите, нормальные углы обзора. По цветопередаче откалиброван дисплей тоже вполне адекватный, нормальный. Какого-то такого, чтобы экран уходил в желтый оттенок или в холодный оттенок, я не заметил. В целом, к экрану, кроме как плотности пикселей, придраться не к чему, потому как запас яркости хороший и калибровка экрана осуществлена здесь верно. Смартфон у нас работает во всех необходимых сетях и поддерживает все необходимые бенды. 7-20, по крайней мере, поддержка есть, а это уже хорошо. А качество разговора динамика и микрофона ничуть не сплоховало. Слышал собеседника без нареканий, он тоже меня слышал хорошо, отчетливо. Звук в наушниках, конечно, не флагманский. Поддержки кодека IPTX, к сожалению, тут у нас нет. Но если у вас есть более-менее нормальные наушники, уверяю вас, будьте довольны звучанием и в наушниках. А тут все в большей мере зависит от качества в ваших наушниках. Давайте проверим звучание внешней динамики, насколько он здесь хорошего качества. Что я могу сказать? Динамик тоже достаточно неплохой. По крайней мере, я услышал весь спектр частот. Есть и низкие, есть и средние с высокими. И каких-то подхрипываний и репений я здесь не услышал. Так что динамик, как для бюджетников, очень даже бодрый. Давайте произведем GPS-тест нашего смартфона на улице. Сегодня такая вот пасмурная погода, немного срывается снежок. А ну что могу сказать? В принципе, спутники, конечно, он ловит, но не быстро. Не быстро. И количество спутников тут тоже не особо большое. До 10 спутников у меня определяло. Но GPS и GLONASS поддержка есть. Так что навигация, в принципе, тут какая-никакая, но есть. В игровом плане смартфон, конечно, будет себя показывать на таком вот бюджетном уровне. Вот в Asphalt 9 на средних показателях поиграть можно. Но все равно периодически такие вот небольшие подтормаживания ощущаться будут. Если говорить за игры потяжелее, типа там всяких PUBG, танки, то графику вам придется выставлять на, я бы сказал, полный минимум для того, чтобы комфортно играть без всяких там микрофризов и тормозов. То есть учитывайте, что смартфон игровым назвать, увы, не удастся. Но, по крайней мере, скоротать время в тяжелые игры на минималках можно. Если говорить за игры попроще, там Asphalt Extreme, там или как-нибудь GTA San Andreas, то там, в принципе, можно играть и на средних показателях. За простые козвалки, я, в принципе, молчу, то здесь, как бы, козвалочки будут идти относительно неплохо. Так что учитывайте, что смартфон не игровой, но в тяжелые игры на абсолютном минимуме поиграть можно. Это уже неплохо. Нагрев корпуса достигается в пределах 38 градусов. Дискомфорта я не испытывал, в принципе, не перегревается. Процессор греется в пределах 59 градусов. Вот процессор немного перегрев имеет. То есть система охлаждения, как показывает трофинг-тест, тут реализована плохо. Посмотрим на яркость фонарика. Ну, смотрите, фонарик в целом относительно неплохой. Выдает под 300 люкс. Хорошие показатели, так что по запасу яркости претензий к фонарику у меня нет. А теперь касаемо камеры. Камера у нас имеет три модуля, как вы поняли. Но на самом деле у нас здесь по сути один модуль, потому как два бесполезных модуля. Портретный и там какой-то еще не пойми какой, что за модуль. Ну, основная камера на 16 мегапикселей. Вроде бы как разрешение относительно неплохое. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть интересного по интерфейсу. Вот здесь боке, так называемое. Запись видео. Максимально у нас здесь видео поддерживается в Full HD разрешении. Но, к сожалению, у нас нет стабилизации. Это печально и ожидаемо. Вот так вот фотографии. Тоже тут различные разрешения. 16 мегапикселей. Ну и красота, бьюти режим, так называемый, здесь также имеется. А что могу сказать по камере? Ну, такая себе камера. Далеко не самая лучшая для своего ценового сегмента. Но с таким вот снимками при более-менее нормальном освещении она справляется. Посмотрите в сравнении с другими и оцените сами. Как по мне, в принципе, пойдет для своих денег опасительно неплохо фотографировать. Но видео, конечно, такое себе, не особо хорошее. Фронталочка, она здесь на 8 мегапикселей. Тоже фотографирует с такой вот не особо хорошей детализацией. Шумы, видите, в темноте. Так что многого ждать от нее не стоит. Но для простых селфи-снимков и хорошего освещения, я считаю, что ее будет вполне достаточно. Но там смотрите примеры фото и видео в сравнении с другими смартфонами. И оценивайте все сами. Продвинем тест камеры нашего смартфона. Запись видео производится в Full HD разрешении. Давайте посмотрим, что у нас с фокусом. Ну, в общем, фокус, в принципе, ловит. Но не быстро. Но определяет нормально, в общем. Проверим, как у нас работает стабилизация. С стабилизацией тут, к сожалению, нет. То есть при ходьбе картинка будет дрожать. Что сделаешь? Стандартная ситуация для такого вот ультрабюджетного сегмента. Цифровой зум у нас четырехкратный. Ну, детализация слабенькая. В общем, качество видеосъемки на таком вот начальном уровне. Ожидать многого по видеосъемке этого смартфона не стоит. Теперь проверим запись видео с фронтальной камеры. HD разрешение. Full HD не поддерживает. Стабилизации тоже нет. Ну, в принципе, снимать можно. Но сказать, что здесь будет видеосъемка на высоком уровне, я не могу. Так что оценивайте качество видеосъемки сами. Ну и напоследок проверим запись видео при комнатном освещении. Насколько хорошо себя показывает камера. Смотрим фокус. Медленный фокус. Видно, что задумчивый. Так, еще медленнее. Проще тапом по экрану нажимать. Как видите, стабилизации у нас нет. В полной темноте посмотрим, насколько у нас здесь апература светосильная. Видно то, что у нас здесь уже картинка дерганая, не хватает чистых кадров. И шумы без лишних. Да и фокус тоже плохой. Лучше тапом по экрану. Продолжение следует... Емкость второй на аккумуляторе составляет 4000 мАч. Давайте посмотрим на результаты разряды смартфона в разных условиях. Час просмотра видео по Wi-Fi на YouTube при средних показателях яркости. Час игры в асфальт 9. За ночь при активности карты, сколько смартфон теряет. И сколько он теряет после прогона всех моих тестов. Ну что я могу сказать. Вполне адекватная, нормальная здесь автономность. На день активного использования его будет хватать. А это самое главное. А вот скорость зарядки оставляет желать лучшего. Быстрой зарядки у нас здесь нет. Поэтому по зарядке придется, конечно, подождать. Итак, друзья, подведем итог. Как и всегда, для того, чтобы вывод был более наглядным и объективным, воспользуемся нашей таблицей со всеми характеристиками. Что тут можно сказать про данный смартфончик? В целом, относительно неплохой аппарат. Да, при всем при этом я понимаю, что у нас здесь третий эшелон, неизвестный бренд. Очень многих это, безусловно, будет пугать. Да, отчасти может быть логичнее докинуть и взять, к примеру, тот же Realme C3, если вы боитесь такие вот смартфоны третьего эшелона. Но при всем при этом я понимаю, что есть категория людей, которые любят сэкономить в первую очередь. Они берут смартфон ребенку, как второе, запасная звонилка. Если вам нужен смартфон с приличными запасами памяти, то данный аппарат тоже относительно неплохой. Каких-то таких вот серьезных ключевых недочетов в нем я не заметил. Вполне адекватная и нормальная рабочая лошадка. Да, по процессору тут будет не особо все супер-мыстро и мега-круто летать, но и не все сильно печально. Опять-таки, прошивка здесь вполне адекватная и нормальная, поэтому таких вот минусов серьезных в нем я не заметил. Ну и в категорию плюсов можно отнести чехол, стеклышко. Такие вот приятные бонусы, как для смартфона в пределах 7000 рублей, получить как бы тоже приятно. Так что, в общем-то, в целом, в принципе, моделька относительно неплохая. Я думаю, что если вы покупали этот смартфон в пределах 7000 рублей, то вполне адекватная и нормальная цена для этого аппарата. Но там свое мнение по данным структурам спишите в комментариях. Также не забывайте принимать участие в вопросах ВКонтакте и ставьте лайки, если хотите поддержать данный канал. Ну а я недолго прощаюсь. До скорой встречи!